Доброе утро, мои дорогие! Ой, вот встала, позвонил Костя, с ним поговорили. Потом поотвечала там в WhatsApp, в Viber девочкам. Потом думаю, так, надо на комментарии поотвечать. Включила. А тут Лариса Табашникова опять выложила свои распаковки с винтажом. Ну и всё, полдня, считайте, пропала. Ну как пропала? Нет, ну я смотрю просто с огромным удовольствием. А по времени, да, у неё всегда их по несколько видео, поэтому... Вот, кстати, вчера что купила, полочки вот эти. Я её на дверь. Я люблю, чтобы у меня всё было под руками и перед глазами. А дырки сверлить на стенах совсем не хочется. Вот одну приделала, надо ещё вторую куда-то. Ой, мои дорогие, вот на этом ветру вот этот вот снег с дождём. Не пойми, что... А тут раз и подснежники. Мама дорогая, боже ж ты мой, в конце января. Посмотрите. Ой-ой-ой-ой-ой. Как я увидела прям случайно. Их, они в разных местах. Боже мой, какая прелесть. Вот прям порадовали, а. Ой, господи. Вот так. Значит, скоро весна. И тут вон ноготки смелые, посмотрите, распускаются. Ой, на таком ледяном ветру. Боже мой! Вот, мои хорошие! Как приятно вот в такую погоду, вот в такую хмурую какую-то, непонятно какую, и вдруг звонит тебе человек, которого ты знать не знаешь, и никогда не видела, и не представляла, что есть такой человек на свете. Леночка из Омска. Ну, для меня все девочки, поэтому. Она тоже бабушка. И вот, вот такая эмоциональная, такая. Она мне вот, она мне всю жизнь свою успела рассказать, и внуков показать. Ой, такая приятная. Господи. Ну, чего, я даже заревела, посидела, поплакала. Думаю, пойду, пойду вам скажу. Я вот эти все дни не отвечала практически ни на голосовые сообщения, ничего. А сейчас вот, получается, уже сижу уже два часа со всеми разговариваю. Ой, спасибо. Как приятно. Господи. Вот я только за это благодарна Ютубу, что столько людей вокруг хороших, умных, добрых, отзывчивых. Девчонки мои дорогие, дай бог вам здоровья и удачи, и счастья, и всего-всего хорошего. Пожалуйста. Ладно? Так, ну что, а я приступаю. Мне сегодня нужно сделать вот такой шарф солнечный, оранжевый, с сердечками. Вот, и завтра мне нужно отправить. Вот, к этому шарфику пойдёт вот такое сердечко. Вот, надо мне сегодня сделать. Но я сегодня никуда не собираюсь, поэтому буду сидеть, тихонько ковыряться. Вот. И смотреть какой-нибудь, ну, не смотреть, а слушать какой-нибудь сериал. Мне Даня, ну, Сашин Даня, он умеет входить ко мне в компьютер. Ну, для меня это, конечно, просто какой-то... Я не понимаю, как это можно делать. Вот. И он мне сделал бесплатный кинопоиск. Так что теперь я могу смотреть любые сериалы, любые фильмы. Вот. Но я их не смотрю. А так слушаю больше. Так что начинаю работать. Ну, вот, сделала я Танюши шарфик. Вот. И постараюсь отправить побыстрее. Вот. Ну, она сама выбрала такое сердечко. Ну, правильно, шарфик в сердечках. Вот. Сейчас ещё вам покажу шарфы. Вот такой шарф я сделала. Девочки, у меня тут... Сейчас я попробую свет сделать. Вот. Вот такой белый шарф с такими клёпочками под серебро. Вот. Он такой мягенький, немножко лохматенький, такой приятный такой. Вот. И тут внизу белый кварц. И вот последний, вот такой ярчайший шар. У него с одной стороны идёт вот такая полоса, синяя, да, синяя, оранжевая. Посередине вот эти звёзды. Вот. И вот такая полоса ещё идёт. Очень яркий, поэтому я не стала тут добавлять никаких, ну, никакого цвета. Вот. А поставила просто металлические вот эти, ну, крупные такие бусины. Ну, вот такой вот шарф получился. Яркий, конечно. Ну, не все же любят прям бледненькие шарфики постельных тону. Правда? Кто-то любит и яркие вещи. Я раньше почему-то боялась сделать яркие шарфы. Думаю, ой, такие яркие. Нет. Много девочек смелых, которые любят яркие. И украшения необычные, яркие. Шарфы точно так же. Вот. Так что. Ну, вот. Это, в общем, все шарфы, которые я сделала. Ну, у меня есть еще. Я еще сделаю. И надо как-то показать вообще все, какие у меня в наличии есть. Так. Ну, а я тем временем дальше работаю опять. Вот делаю еще коробочку. Это мне Лариса тогда присылала эти коробочки. Спасибо ей огромное. Сколько я коробок уже делала. Девочки, я ведь их все отправила. У меня дома ни одной нет. Вот только единственное, вот это металлическое у меня с монетами. Вот. Потому что с упаковками сложно. Когда бывает заказывают там несколько вещей, то вот отправляю в коробках. В этих. Вот. Поэтому приклеится все у меня. Это дело. Буду красить, декорировать. И потом отправлять. Ну, посмотрим, что получится. Вот видите, с этой сливы каждый день ветки падают. Что-то не торопится ко мне человек ехать пилить. Ой, господи, как же они не любят работать. Им даже деньги не нужны. Кошмар какой-то. Сегодня опять штормовое. Обещают. Так опять будет всю ночь. Не знам уж что. Тучи, тучи. Сейчас опять или снег, или снег с дождем пойдет. Пять градусов тепла. Холод просто. Не знаю, как будто три мороза. Ну вот. Доделываю вот такое украшение. Ну, тут его так не показать. Вот такое украшение будет длиной 60 сантиметров. И из вот этих бусин я еще серьги сделаю. У меня как раз две штучки тут. Вот. Вот. Вот захотелось мне сделать вот такое вот. Посмотрим, как люди откликнутся. Ой, ну что, мои дорогие. Уже ночь на дворе. А я включила сериал Топи. Я не знаю, сколько серий. Но вот две серии я посмотрела. И я вот в таком... даже слов не могу найти. Я вообще очень люблю режиссеров таких, знаете, не... А ну вот я даже не знаю, как объяснить. Я очень люблю Балабанова. Вообще считаю его лучшим режиссером нашей эпохи. Ну, явно не Бондарчука. Вообще терпеть не могу художников заказных, режиссеров, вот это вот, актеров, которые, знаете, снимаются от Иисуса до Есенина. Вот. И забыла, как режиссер. Но вообще у меня еще такой день сегодня. Маме девять дней. Я вот весь день вспоминаю всех учедших, моих дорогих людей, родственников. И тут просто увидела, смотрю, сериал совсем новый, как молодые москвичи поехали там по каким-то причинам в Архангельскую область, в монастырь. А потом в процессе-то становится понятно, что это... Ну, в общем, если будете смотреть, если вы любите такие глубинные, знаете, такие фильмы, в общем, суть в том, что там главный герой, у него рак неоперабельный в четвертой стадии. Мальчишке 30 лет. У парня есть все. Деньги, работа. Он очень человек продвинутый. И мама ему сказала, езжай в монастырь в Архангельскую область. Там случаются такие чудеса. А он агностик. Хотел бы верить, да не верит. Но сказали, чтобы взять с собой трёх человек. По-другому там не принимают в отеле у них в монастыре. А так получилось, что с ним поехали четверо. Я не буду вам рассказывать, но я уже вся, всю нервную систему себе подорвала. Но я понимаю, что результат будет после всего этого. Он должен быть. Так что, кто любит такие психологические, такие тяжёлые фильмы, посмотрите. Он совсем новый. И называется Топи. Это Архангельская область они там снимали. Так что я вся... И вот не бывает в жизни случайностей. Не бывает. Я вот только сидела, да, вот размышляла, думала о Боге, о монастырях, там, ну, о всех таких вещах, о покаяниях. И вот на тебе вот. И такой сериал прям мой. Прям мой. Тяжёлый. Душевно тяжёлый. Морально тяжёлый. Но, видимо, надо. Видимо, так надо было. Ладно, я вам завтра расскажу, чем всё дело кончится. Ну, а пока, рыбоньки мои, давайте прощаться до завтра. Такой ветер пронизывающий. Ой, дорогой. Долго на улице не простоишь. Давайте, мои золотые, пусть все ваши родные будут живы и здоровы. И вы самые... Самое главное для меня. И вы будьте все живы и здоровы. Я вас прошу об этом каждый день практически. Если бы чем-то это помогло, я была бы счастлива. Вот честно. Но я, наверное, не самый святой человек, который смог бы вот так помочь всем людям. Ну, очень бы хотелось. Так что давайте, солнышки мои, не болейте. Держитесь. Я всё-таки надеюсь, что мы прорвёмся. Мы не через такое проходили. Пусть всё будет хорошо. Всем спокойной ночи. Пусть ничего не болит. Пусть всё будет хорошо. Ну и как всегда, пока-пока, мои дорогие. Ой, у меня аж нос и уши завёрзли. Всё, зайки, я побежала в тепло. Пока-пока, мои хорошие. Субтитры сделал DimaTorzok